Подведение итогов прошедшего учебного года, обсуждение планов на будущее, о развитии системы образования Щелковского района говорили на ежегодной августовской педагогической конференции. И вновь в одном месте, в одно время для педагогической общественности эта встреча всегда как праздник. В зале школы номер 17 с углубленным изучением отдельных предметов собрались порядка 500 педагогов. Подводя итоги, сегодня стоит отметить успешное завершение прошедшего учебного года, как результат работы неравнодушных людей. У нас у всех очень непростая работа, но есть главная работа. Главная, которая зависит от того, какой наша страна будет в будущем. И этой главной работой занимаетесь вы. Скорпулезно, от 1 до 11 класса, от маленьких несмышленышей, до взрослых ребят, которые платят на выпускных, прощаясь и уходят в свою взрослую жизнь, благодаря тому, что вы им дали тот духовный стержень, тот духовный настрой общественности, общественности великих русских людей. Никто бы не состоялся, ни врач, ни инженер, ни строитель, ни рабочий, ни военный, ни полицейский, без того, что вы вложили наших детей во всех нас. Прошедший учебный год стал примером развития сферы образования, начала строительства и открытия новых образовательных учреждений. Кроме того, в этом году двое увеличилось количество стабальников. 15 ребят получили самый высокий балл на сдачу единого государственного экзамена. 56 школьников были удостоены губернаторской именной стипендии. Нам есть чем гордиться. Но основные цели задачи, которые мы поставили, это, естественно, ликвидация второй смены в школах и ликвидация очереди в садах. Это две основные проблемы. Такая боль сердечная для нас и переживания для родителей. Поэтому мы сейчас основные силы бросаем на решение этих задач. От задач к решениям. Именно под таким девизом пройдет следующий учебный год. Работа же продолжится в условиях федеральных образовательных стандартов. Приоритетом же неизменно останется качество образования. Уже сегодня обозначены планы на перспективу строительства новых школ и детских садов, новые площадки для развития подрастающего поколения. Кроме того, с нового учебного года порядка 800 челковских учителей, а именно классных руководителей, получат губернаторскую надбавку в зарплате. Размер надбавки составит 5000 рублей. Здесь огромные планы, огромные перспективы. 10 образовательных учреждений нам нужно построить до 2022 года. И как минимум 8 дошкольных образовательных учреждений. Изобретариум по поручению главы Щелковского муниципального района. И все это вместе нам под силу, потому что у нас замечательная команда. В наших планах сохранять свои лидирующие позиции в образовании Московской области. Также, кроме этого, обязательно нужно соответствовать тем целям, которые ставит перед нами министр общего образования Российской Федерации. Августовская конференция – это и подведение личных итогов. Так, достижения многих не остались незамеченными. В торжественной обстановке педагогов наградили за благородный труд и преданность своему делу. Анна Балиет, Сергей Максимов, телерадио компания Щелково.